12 декабря 2023 года Министерство финансов и Госдепартамент США ввели санкции в отношении более чем 250 компаний и частных лиц из Китая, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Поскольку они помогали России проводить сделки и способствовали поставкам оборудования для российского военно-промышленного комплекса. Эта ситуация затронула российских экспортеров нефти, которые перестали получать от Анкары платежи за проданные баррели. А в феврале 2024 года турецкие банки начали закрывать счета российских компаний. И если раньше ограничения распространялись только на тех, кто попал под санкции, то теперь почти на все российские фирмы. За первые два месяца этого года экспорт Турции в Россию упал примерно на 40% по сравнению с 2023 годом, поскольку банки стали тщательнее проверять операции, связанные с Россией, чтобы не попасть под санкции США. Из публикации агентства Reuters. Снижение товарооборота между Турцией и Россией связано с риском применения вторичных санкций со стороны Вашингтона, объяснили Reuters турецкие дипломаты. В настоящее время на долю России приходится всего чуть больше 3% от общего объема турецкого экспорта. В январе 2024 экспорт в Россию из Турции сократился почти на 40% до 631 миллиона долларов в сравнении с миллиардом долларов за такой же период 2023 года. Угроза США ввести санкции против финансовых фирм, ведущих бизнес с Россией, охладила турецко-российскую торговлю, нарушив или замедлив некоторые платежи за импортируемую нефть и турецкий экспорт. Из публикации агентства Reuters. Из-за санкционного давления США нефтеналивной терминал в турецком городе Дёрть-Ёл перестанет принимать грузы из России. Последний российский танкер прибыл туда 19 февраля. Он доставил 511 тысяч баррелей дизельного топлива. После начала полномасштабного вторжения России в Украину объемы импорта российской нефти в Турцию постоянно росли. В 2023 году терминал Дёрть-Ёл принял почти 12 миллионов баррелей, что почти в 5 раз больше, чем в 2021. GTS решила разорвать все возможные связи с российской нефтью и, соответственно, заявила своим клиентам в конце февраля 2024 года, что даже если не будет нарушений каких-либо законов, правил или санкций, она не будет принимать никаких продуктов российского происхождения или любых продуктов, загруженных из российских портов, в качестве дополнительной меры к действующим правилам санкций. Из публикации агентства Reuters. Угроза введения Вашингтоном санкций в отношении фирм, ведущих бизнес с Россией, сильно ударит по турецко-российской торговле в сфере энергетики, считают эксперты. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, главной целью его страны является достижение полной энергетической независимости в ближайшие 30 лет. Страна обнаружила 710 миллиардов кубометров природного газа в Черном море и миллионы баррелей нефти в юго-восточном регионе Габар. На сегодняшний день мы добываем более 35 тысяч баррелей в день в регионе Габар. Наша главная цель – достичь полной независимости в области энергетики. Мы полны решимости и смело реализуем инициативы, которые гарантируют энергетическую безопасность Турции. 7 и 8 марта министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретится с госсекретарем Шаэн Тани Блинкином и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном в Вашингтоне. Ожидается, что Фидан обсудит вопрос о снятии санкций США, которые были наложены на оборонную промышленность Турции в связи с покупкой российской системы С-400. По словам экспертов, Анкара стремится улучшить отношения с Вашингтоном. Как заявил посол США в Турции Джефф Флейк, стороны недавно подтвердили планы по совместному производству 155-мм артиллерийских снарядов. Кристина Домбровская для телеканала Фридом. Кристина Джефф Флейк Кристина Джефф Флейк Кристина Джефф Флейк